Что делать, если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью и к вам без причины зачастили проверяющие? Прокуроры дают 10 советов, как на законном основании прекратить подобный беспредел. Все подробности расскажет Сергей Высокосов. В торговом доме УМА и предприниматели города встретились с представителями Управления комитета правовой статистики и специального учета Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Карагандинской области. Предпринимательства без государственного контроля не существует. Порядок должен поддерживаться неукоснительно. От этого, по большому счету, зависит и экономический рост в стране, да и партнерские отношения с потребителями налаживаются быстрее. Кому охота связываться с фирмой, из офисов которой не вылезают группы проверяющих. Это сильно бьет по престижу и конкурентной способности любого предприятия. Дыма без огня ведь не бывает. Прокуроры и пригласили на обучающий семинар предпринимателей, чтобы совместными усилиями определить регулярность, законность и необходимость проверок их деятельности. Согласно Конституции Республики Казахстан, каждый гражданин имеет право на свободу предпринимательской деятельности. Но эта конституционная свобода несет и определенную ответственность за ведение дел. Как найти общий язык с государственными служащими и не терять своего реноме? Прокуроры дали 10 советов. О проверках, о плановых проверках, а не плановых. И, например, меня заинтересовал личный вопрос, когда покупатель берет вещь, они, конечно, имеют по закону в течение 14 дней возвернуть, мы эту вещь принимаем. Но если проходит больше времени, тогда мы уже будем обращаться в соответствующие органы. Отдельным советом выделено предостережение о возможном предложении взятки. Это деяние уголовно наказуемо как для лица дающего, так и для берущего. За него предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. В непринужденной обстановке прокуроры просвещали предпринимателей о порядке проведения проверок и о том, куда следует обращаться с претензиями. Общий язык был найден. Такие встречи мы проводим не впервые. Аналогичные встречи проводились в торговом доме Таир. В торговом доме ЦУМ. Также в Балхаше тоже мы уже проводили такую встречу. Целью данных встреч является вывести предпринимателя на открытый диалог с уполномоченными прокурорами, дабы дать им возможность заявить о своих правах, о нарушениях, которые допускаются в отношении них при проведении проверок. Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.